Добрый вечер, это программа «Больше чем новости» на телеканале «Угра». Только в субботнем эфире мы рассказываем больше обычного. Анализируем, экспериментируем и проводим опыты. В студии Леона Келян все, чем желаю «Гра» на этой неделе в ближайшие 40 минут. Водитель снегоуборщика может сесть в тюрьму на 5 лет. Напомню, неделю назад в Сургуте под колеса снегоуборочной машины попала 40-летняя женщина. На огромной пустой стоянке, где большая машина чистит снег, женщина решила пройти как раз между снегоуборщиком и сугробом. Попала в слепую зону. Дальнейший исход вы знаете. Случай кажется невероятным, но только в Сургуте в этом году подобным образом погиб уже третий человек. О смертельном стечении обстоятельств, как избежать беды и обойти трагедию стороной, расскажет Ольга Придоха. 1 ноября. Сургут. Начало этих кадров еще не предвещает беды. Снегоуборочная машина расчищает парковку у торгового центра. Людей практически нет, только одна женщина идет по прямой траектории, не оглядываясь на большую машину. Спокойно проходит мимо большегруза, трактор начинает сдавать назад и, не видя пешехода, сбивает женщину с ног. Доли секунды скользкий лед и стечение обстоятельств, которая не оставила шансов на счастливый исход ни сургутянки, ни водителю автогрейдера. В отношении водителя снегоуборочной техники возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Спецтехника на дорогах и во дворах уже давно стала чем-то обыденным. Уборка снега, вывоз мусора, укладка асфальта. И это только малая часть функций, которые выполняют машины, помогая, казалось бы, людям. По опыту, написанному кровью, правила безопасности работы для больших машин с каждым годом становятся все жестче. Во дворах, например, работать может только оборудованный спецсигналами транспорт. А рядом с местом работ обязательно должны находиться контролеры, чтобы оберегать прохожих от встречи с машинами. Должно быть обозначено место работы. Обозначено. Это будет обозначена или лента, или какой-то треугольничек оранжевый. Значит, или непосредственно дворник должен, мастер, находиться на придомовой территории и регулировать, что здесь опасная зона работает, техника, граждане, пожалуйста, ходим здесь. Трактор работает при заднем входе, у него работает сигнал предупреждающий. Все, больше каких-то там опознавательных знаков на нем не должно быть. Ну, кроме работы в ночное время, когда стоит там проблесковый маячок. Водитель снегоуборочной машины Владимир Ротару на крупногабаритной технике работает уже 7 лет. И каждый раз на линию выходит с опаской. Барана, в которую попадают коллеги, от случая к случаю заставляет его быть все осмотрительней. Управляя 17-тонной машиной, он глядит в оба. На пути то и дело появляются дети, которые катаются на снежных горках, перебегают по скользким дорожкам жильцы и не спеша в наушниках гуляет молодежь. И если дальше двух метров по кругу от машины он еще может заметить прохожего, то ближе ни одно из нескольких зеркал в его машине не покажет человека. Бывают случаи, что не поворачиваешь голову, как пару дней назад случай был. Часто у вас ходят вот здесь под колесами люди? Постоянно. Они даже не видят, не обращают внимания на это. Наушники, наглость. Больше не знаю. Посмотрим налево, посмотрим направо, в первую очередь, о приближающемся транспорте. И вообще мы воспитаны в Советском Союзе, когда было это все привито с детского сада. Я иду со школы. Никто же не знает, что там открытые дороги. И я иду, но я видела его, он меня походу не увидел, и окрасница меня остановила. Даже здесь вот пропускаем, смотрим, пропускают машины нас или нет, тогда я стою всегда. Никогда не иду, что это мое право. Наша жизнь в наших руках. Коммунальщики в один голос говорят, трагедия прошлой недели должна стать поучительной не только для водителей больших машин, но и для самих людей. Тягаться со спецтехникой, которая как минимум в сотни раз тяжелее, человеку просто не под силу. Впрочем, звоночков для тех, кто не обращает внимания на происходящее вокруг, только за последние пару лет было с десяток. Летом под асфальтоукладчик в Сургуте попал проверяющий дорожные работы служащий. Здесь же по весне во дворах снегоуборочная машина насмерть сбила пенсионерку. В Когалыми такая же техника расчищала территорию и засыпала в кучи снега восьмилетнего ребенка. А два года назад в Сургуте под колесами мусоровоза погиб ученик второго класса. Сухие факты, за которыми горе семей погибших и сломанные жизни водителей, также оказавшихся жертвами слепых зон. Такая большая машина на таком маленьком пятачке земли. Водитель, который садится за руль большой техники, автоматически несет ответственность практически за всех, кто ходит рядом. Голова должна крутиться на 360 градусов, да и реакции, наверное, должна позавидовать рысь. Но есть пресловутое понятие слепой зоны. Сейчас практически я нахожусь в ней, в двух метрах от этой машины. Если водитель захочет сдать назад, мне не хватит даже секунды, чтобы отреагировать. Его, конечно, накажут, но вряд ли это сможет мне помочь. Ольга Придоха, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра». Специально для программы «Больше, чем новости». Семь дней. Всего семь дней осталось у сургутских коммунальщиков на ликвидацию снежных завалов. Уборку улиц и придомовых территорий. Иначе им грозит административная комиссия. Четкие сроки перед городскими службами поставили власть им миссаполитета. За последнюю неделю город в буквальном смысле утонул в осадках. Здесь выпало две месячные нормы. Чтобы исправить ситуацию, сургутяне в соцсетях даже предложили главе города Вадиму Шувалову взять лопату и вместе с коллегами выйти на уборку, как это было весной. Экстремалы по-своему решили обратить внимание на проблемы в сети. Появился ролик. К машине подцепили сноуборд и прокатились по заснеженным дорогам города. Сургут не единственный город Югры, где коммунальщики и дорожники не справляются с осадками, а жители города штурмуют снежные завалы. В Лангипасе в плен попали 80 дворов. Освободить их должны 26 спецмашин. Но, как сообщают наши коллеги из Лангипаса, пока все тщетно. Это больше, чем новости. Смотрите далее в нашей программе. В Нижневартовске водители скорой не получают зарплату. С чем связаны задержки и доедет ли скорая до вартовчан в случае забастовки? Или на составу узнала, чем грозит городу скорый аутсорсинг. Не успели, сделаем в следующем году. Оказывается, должники бывают не только у банков и вузов. Часто зима прерывает благоустройство дворов или укладку асфальта. В нашем репортаже мы собрали самые удивительные хвосты. Но кто из студентов не помнит этого слова? О них расскажу вам я, Алексей Шабанов. Пятничное веселье в пивбаре или головная боль жильцов соседних квартир. В Кантамансийске жители многоквартирника хотят избавиться от беспокойного соседства. О законных методах борьбы в материале Павла Желтого. Декрет как время свершения. Расскажем, как югорчанки с рождением ребенка осваивают новые профессии. Какие возможности мамам предоставляет округ и в чем находят себя декретницы. Хирурги окружного кардиодиспансера впервые прооперировали 9-летнего ребенка с врожденной аритмией сердца. Дима Равенец плохо почувствовал себя на уроке физкультуры. Оказалось, что у него синдром Вольфа Паркинсона Уайта. Кардиологи называют его эпидемией 21 века. Сердце пациентов в прямом смысле трепещет. Заболевание страшно не столько приступами и болями в сердечной мышце, сколько риском летального исхода. Исправить врожденную аномалию строения сердца можно только с помощью операции. Само по себе радиочастотная амбуляция – процедура стандартная для взрослых пациентов. Медики проводят ее уже четвертый год подряд. А вот детей до 10 лет с такой патологией раньше в Югре не оперировали. Их направляли в федеральные центры. Но в данном случае времени ждать не было. Врачи пошли на риск и сами выполнили операцию. Дальше больше. Теперь врачи подумывают купить более мелкий инструмент, чтобы оперировать и совсем маленьких пациентов. Было определенное дополнительное волнение, что ребенок маленький. Инструмент в любом случае не совсем рассчитан под этот возраст и вес пациента. Все получилось. Мы очень рады этому. Обычно такая аритмия проявляется симптомно в более позднем возрасте. И таких пациентов на самом деле не очень много. Волнение за ребенка, потому что это сердце. Это главный орган в нашем человеке. Но вот переживания. Мы верили, мы знали, что все будет хорошо. У нас всегда позитивный настрой, чтобы не происходило. Мы знали, что так и будет. Жители Нижневартовска беспокоятся, что могут остаться без скорой помощи. Водителям станции задерживают зарплату. Терпение людей на исходе. В качестве протеста они даже готовы не выходить на линию. Такая информация появилась в соцсетях. Дело в том, что транспорт скорой помощи работает на условиях аутсорсинга. Услуги Нижневартовску предоставляет компания из Перми. Такое решение было выгодно всем. Скорые не ломались и хорошо, и регулярно обслуживались. Вот только, как пишут федеральные СМИ, у хозяина компании трудности. Счета заморозила налоговая. В проблемах скорого аутсорсинга разбиралась Елена Составова. Просто маленькое удовольствие выдаётся. В течение, наверное, уже с июня месяца, даже с июня месяца, ежемесячно выдаётся 10, 7, 11. Ежемесячно. То есть получается, то есть получается, одна, один месячный платёж, заработные платы, растягивается на 3 месяца. По словам водителей, проблемы с зарплатой начались полгода назад. Апогея ситуация достигла к осени. Ни за сентябрь, ни за октябрь деньги полноценно они не получили. На счета поступали только маленькие авансы. Получив 10 тысяч, люди не могли решить, что с ними делать. То ли платить ипотеку, то ли налоги, то ли купить домой продуктов. К тому же из-за задержек многие оказались в долгах. Как результат, в соцсетях появилась информация, что водители Нижневартовской скорой собираются бастовать. Об этой проблеме, как таковой, мы узнали через 15 минут после того, как она была опубликована на социальной сети ВКонтакте. После этого мы сразу же подошли к водителям, которые находились на рабочей смене, и спросили о том, что вот этот видеоролик был, который анонимно опубликован, действительно ли связан с тем, что задерживается оплата их труда. Данные факты нашли свое место подтверждения, после чего мы незамедлительно обратились к поставщику услуг с требованием организовать собрание водителей. По словам главврача, за транспортные услуги станция скорой помощи платит вовремя и сполна. В свою очередь, представители компании, которая предоставляет эти услуги, утверждают, что обязательства перед водителями никто не нарушает. Никакой задолженности нет, кто пишет в соцсетях. То есть мы подходим как раз к тому моменту, что 10-11 число уже, когда мы действительно пойдем в просок, у нас еще не 11 число на дворе. То есть всегда раньше выплачивали заранее. То есть никогда не оттягивали. В перебоях с зарплатой водителей подрядчик винит новое бухгалтерское программное обеспечение. На встрече людей заверили, что зарплату они получат на следующей неделе. Однако водители не верят, что компания выполнит свои обязательства. По их мнению, договор составлен таким образом, что никак не защищает их интересы. Нет, поэтому я встал и ухожу. Нет. Что? Видите, как буксует человек? Видите? Это о чем говорит? И я знаю, что он ничего не решит. Это не в его компетенции решать такие вопросы. Что делать? Будем искать другую работу. Или посмотрим. Просто эта работа мне нравится. Я хочу здесь работать. А если так пойдет, конечно, будем искать работу. Медики заверяют, без помощи ни от ложки жители города не останутся. В автопарке станции 27 машин. Лишь 12 из них принадлежат компании из Перми. Остальные свои местные. Если подрядчик нарушит условия договора или не предоставит автомобили, скорая выведет на линию свой транспорт. Кстати, уже со следующего года транспортные услуги скорой помощи будет оказывать компания из Нижневартовска. В непростой ситуации разбирались Елена Составова и Рамиль Хайрулин. Специально для программы «Больше чем новости» из Нижневартовска. Доставить срок нельзя опаздывать. Жителям отдаленных поселков Югры с наступлением холодов письма и посылки будут прилетать в буквальном смысле слова. На этой неделе почтовики закрыли навигацию в регионе. В нашем округе половина всех почтовых отделений, расположенные в сельском местности. Добраться до них летом можно лишь водным транспортом. За минувший сезон речной навигации югольские почтовики сделали 450 рейсов и доставили 200 тонн почты. Это и посылки, и корреспонденцы, а еще и пенсионные выплаты, пособия, продукты и всевозможные товары. С недавних пор жители отдаленных территорий стали активно заказывать товары в интернет-магазинах. В период межсезонья до открытия зимников и ледовых переправ почту будут доставлять самолетами, вертолетами и судами на воздушной подушке. В Югре ждут больших холодов. Именно тогда специалисты начнут строить ледовые дороги. Пока делать это не позволяет погода. Однако к концу декабря в регионе должны запустить 90 переправ. Почти 60 межмуниципальные. Зимой именно они позволяют поддерживать автосообщения между населенными пунктами. Больше всего ледовых дорог появится в Березовском районе. Здесь откроют 16 межмуниципальных переправ. Чуть меньше в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах. Одну такую дорогу откроют и в Белоярском районе. А пока погода диктует свои условия, спецслужбы занимаются профилактикой происшествий на воде. Спасатели выезжают в рейды по излюбленным местам рыбаков. Новый поворот в истории с кошками, которых нашли у трассы между Лентором и Сургутом. Там на морозе кто-то оставил 5 клеток с 28 кошками. Тут же через соцсети бросили кличи и пристроили все 28 хвостов. Казалось, вот он счастливый конец. Но на днях объявилась женщина. Нека Инна уверяет, что она хозяйка всех 28 кошек. Обзванивает волонтеров и просит помочь ей вернуть питомцев. На вопрос, как животные оказались в лесу, невнятно отвечает, что произошла ужасная ошибка. Жертва обстоятельств, которые просто не довезли кошек, или мошенница, которая поняла, что ей грозит реальный срок за жестокое обращение с животными. Обо всем подробнее в следующем сюжете. В поздний вечер лес в сугробы. Заметить в таких условиях что-нибудь крайне сложно. Поэтому то, что клетки с животными нашли, можно назвать настоящей удачей. Правда, сколько времени провели кошки на холоде, неизвестно. Мы остановились на мини-стоянке, увидели большие клетки. Мы подумали, что они нам пригодят. Не видели, что там кто-то есть, потому что там неосвещенный участок дороги. Там нет освещения и очень темно. Мы подошли с фонариком и увидели большое количество кошек разных пород, возрастов, вообще размеров. Я просто была в шоке от такого количества. Пара кинула клич в социальных сетях. Десятки жителей Сургута и Сургутского района откликнулись на призыв. Уже через 4 часа все четвероногие обрели кто постоянных, а кто временных хозяев. Взяла животных и Анастасия Лушникова. У нее самой маленькие дети и два кота. Приютила еще четырех. Одну кошку даже подумывают о оставить себе. Душа так не легла, я не знаю. Даже вот она у нас на второй день пребывания у нас замурлыкала. Это так, не знаю, как первые шаги от ребенка. Все они напуганы, вздрагивают от резких звуков. Многие отказываются от еды, не выходят из клеток и с трудом дают себя гладить. Удивительно, но все животные ухоженные и на вид абсолютно здоровы. Да и сами клетки качественные. Внутри был постелен картон и сено. Стояли миски с едой и водой. Примерно в этом месте были обнаружены клетки с брошенными животными. Несложно представить, какое желание было у человека, чтобы избавиться от животных. Как такое вообще могло случиться? Человек, оставивший в лесу клетки, дал животным единственный шанс на выживание. Открыл дверцы. Сомнительное милосердие. Домашние животные в лесу при уверенном минусе могли просто погибнуть. И вот спустя неделю объявилась хозяйка брошенных животных. Она уверяет, что произошла ужасная ошибка и просит помочь вернуть ей всех 28 кошек. По словам женщины, сейчас она находится в Белгороде. Привезти животных к ней должен был знакомый. Правда, подробности такой сделки сообщать нам, журналистам, отказалась. Это все наши кошки. И это произошла вообще ужасная ошибка. И мы ее сейчас решаем. Мои домашние любимцы много. Ну, у каждого своя мера, наверное. У меня большая квартира, я это могла. Сейчас я переехала в частный дом. Почему нет? Сейчас этим делом занимается полиция. Человеку, который бросил кошек в лесу, грозит наказание. По статье «Жестокое обращение с животными». В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Подобные факты, увы, не редкость. В минувшем сентябре в лесу, запертыми в клетке, нашли десяток собак. На вольерах висело объявление «не выпускать». Тогда хозяйка говорила о вынужденных мерах такого содержания животных. Пока не построят приют. К слову, в Сургуте нет ни одного приюта для бездомных животных. Единственная надежда – это центр передержки «Переправа», который еще строят. Пока волонтеры смогли оборудовать только 40 вольеров. Сейчас там живут 39 собак. Всего их больше сотни. Остальные животные находятся у неравнодушных жителей. «Процентов 20, наверное, всего. Потому что очень много, что еще задумано и внедряется. То есть здесь будет и домик волонтера, и кошкин дом, и прогулочная зона, и зона для дрессировки собак. То есть все такое, как бы масштабно все очень будет». Жестокость и агрессия по отношению к тем, кто слабее, встречается постоянно. Однако не стоит забывать, что каждое преступление обязательно ведет к наказанию. Поэтому владельцу выброшенных кошек придется ответить за то, что не смог защитить тех, кого приручил. Елена Каткова, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Юграм». Специально для программы «Больше, чем новости». В России впервые рассчитали индекс качества городской среды. Учитывали 36 показателей. Благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог и общественных пространств. Состояние объектов социальной сферы и другие показатели. Город максимально мог набрать 360 баллов. Самые высокие оценки получили Москва и Санкт-Петербург. Чуть отстают Сочи, Грозный, Тула, Белгород и Калининград, а еще Тюмень. Тюменская область показала лучший средний результат среди уральских регионов. Следующим по благоприятности стал Ямал с Алихардом, Надымом и Таркасале. Югра заняла третье место в Урфо и 27-е в России, получив 168 баллов. Нас подвел суровый климат. Хантамансиск набрал выше среднего, 187 баллов. Благоприятнее в Юбре оказались Лонгипасы Радужный. Им засчитали 190 баллов. Границу благоприятности также преодолели Коголым и Мегион. К слову, лишь 23% российских городов смогут считаться благоприятными для жизни к 2024 году. Власти страны намерены увеличить их число до 50%. Не успели? Подождите до следующего лета. Такую фразу иногда приходится слышать от коммунальных служб. Работы по благоустройству даже в более мягком климате сезонные. Их ежегодно пытаются вписать в календарь. О чем непременно говорят в отчетах благоустройства. Начинают в июне. К этому моменту должны быть подписаны все контракты. А завершают их в сентябре-октябре до холодов и снега. К сожалению, вписаться в эти временные рамки чаще всего не получается. И не всегда виноваты капризы погоды. В нынешнем году осень затяжная, но где-то не успели уложить асфальт, а где-то благоустроить дворы. По округу таких долгов собралось немало. Хвосты благоустройства в материале Алексея Шабанова. Мост через Иртыш весь округ знает под именем собственным. Красный дракон. Да что там округ? Страна. Статья о нем есть даже в Википедии. Тем более удивительно, что сейчас дракон не красный, а серо-малиновый. Приобрести оригинальный цвет Югорский мост должен был к 1 ноября. Но выполнить работы в срок, по словам подрядчиков, помешали низкие температуры. Температура нанесения лакокрасочного покрытия Steel Paint от плюс 5 до плюс 50 градусов Цельсия. Вот в связи с неблагоприятными погодными условиями и в целях сохранения высоких антикоррозионных свойств покрытия, подрядчик был вынужден приостановить работу. Настоящий контракт действует до полного его выполнения. Как только потеплеет, подрядчик работу продолжит. Очевидно, что это произойдет уже весной. А пока деньги компания получила только за выполненный объем. Это 75%. Специалисты уверяют, что слои краски оттенками различаться не будут. А дракон вновь станет красным. Жители Сургута к первому снегу порадовали новой дорогой. Положили свеженький асфальт, а вот разметку нанести не успели. Оборудовали временными пешеходными переходами. Обочины же пока напоминают поле боя и зарытое окопами. Пока неудобно, но открыли же пешеходный, то было вообще закрыто. Ничего, мы потерпим для блага своего города. Ну вообще страшно. Сейчас автобус ехал, машина ехала. Не видно. Вон пешеходный же. Нет, вот здесь вот это пешеходное. А, ну еще, видимо, не сделали. Вам вообще как? Да, конечно, неудобно. Ну как по грязи, по этой слякоти в данный момент идти? Территорию обещают облагородить в ближайшее время. А вот постоянные переходы появятся только летом. Причина все та же. Зима настала, выпал снег, а подрядчики не успели поменять сети и положить верхний слой асфальтобетона. Мы вышли на период холодов. Благоустройство, вы знаете, при холодах сделать невозможно. Поэтому, я еще раз говорю, на следующий год, уже после марта, ну мая, надеемся, что нам позволит погода, все эти работы будут заделаны и, соответственно, будут приведены надлежащий вид. В Нижневартовске все иначе. Морозы строительным работам не мешают. На улице минус 10, а в столице Самотлора продолжается марафон благоустройства. В этом дворе по улице 60 лет октября буквально накануне начали очищать территорию и класть плитку. До этого под снегом укладывали асфальт. Вот была произведена укладка асфальта. Снег. Коммунальщики говорят, что горячий асфальт победит холодную землю и ляжет на годы. К слову, ремонт тротуаров и внутриквартальных проездов, установку контейнерных площадок и замену ограждений здесь должны были завершить еще в октябре. Но пока разрушено больше, чем построено. Нам вырубили деревья. Значит, вот здесь, говоря о том, что нам будут расширять дорогу, но этого фактически не произошло почему-то, сломали лавки, которые были возле подъездов. Вот. Хорошо урны не выкинули. Правда, есть и плюсы. Здесь не предлагают ждать лета. Новая дата окончания работ – 10 ноября. Подрядчики заинтересованы вложиться в сроки. Новый год – новый этап марафона. К слову, за 12 месяцев в Нижневартовске восстанавливают десятки дворов. О благоустроенных территориях намерены забыть надолго. Вот только удастся ли. Качество работ, скорее всего, проявится раньше. В гарантийный срок. Алексей Шабанов, Ольга Придоха, Павел Желтов, Евгений Лоскутников, Игорь Пакищев и Виктор Севков. Специально для программы «Больше чем новости». Жильца многоквартирного дома в югорской столице не дают спокойно жить без спокойное соседства. Так называемый магазин разливных напитков. Вернее, как написано на вывеске, больше, чем магазин. Квартиру на первом этаже вывели из жилого фонда и устроили бар. По расписанию заведение работает до 11 часов вечера. Однако, по словам жильцов, шумят его клиенты. Как правило, далеко за полночь. Впрочем, и кроме шума от посетителей довольно много неприятностей. Павел Желтов вместе с жильцами шумного дома искал законный выход из ситуации. Ну что, встал, под окнами, вообще все нормально. Мало того, что притон открыли, они тут еще и туалет нам под окнами тут сделали. Притон на языке жителей соседних квартир – это магазин разливных напитков, который пользуется большой популярностью у окрестных выпивок. Здесь установили пару столиков, а значит, угощаться пенным можно прямо на месте. О том, как отнесутся к веселью прямо за стенкой жильцы, никто не позаботился. Когда Алмагуль Саскибаева купила квартиру в этом доме, за стенкой был магазин автозапчастей. Говорит, скучает по тому времени. Вот эта вот стена, вот именно через нее мы слышим все крики, шум, веселье. И все оно начинается после девяти часов вечера, когда ребенку надо уже укладываться спать, в школу, нам на работу, у нас начинается веселье. О шумоизоляции новые арендаторы нежилого помещения не позаботились, как и о том, что делают гости заведения. Посетителей местный дворник дядя Володя по утрам порой убирает вместе с мусором. С битой посудой, с мусором и с пьяными посетителями, которые валялись недалеко от петельного заведения. И валяются, и валяются, кому не мешают. Ну как, ну дети же ходят, и справа садик, и слева садик, и справа школа. Дети же ходят, ну как, не совсем адекватные люди валяются. А до того, как начать валяться, эти люди делают не совсем адекватные поступки. Например, для отправления потребностей выбирают случайные места. А еще пробили дыру в пандусе. Теперь туда удобно бросать пустые банки из-под пива. Буквально где-то, наверное, недели полторы назад, часов, наверное, в 4 или в 3 утра услышали громы. Но это еще прям с 11 часов у них там было какое-то мероприятие. Они отдыхали. Там во сколько вызывали мы полицию, по-моему, в час или в два ночи. Второй раз они приехали в 6 утра. Как объяснили в Роспотребнадзоре, открывать бары и магазины в жилых домах законно. При условии, что такое соседство не будет мешать остальным обитателям многоквартирника. Чтобы доказать, что как раз мешает, жильцы пригласили специалистов ведомства. Замерить шум, который генерирует аппаратура и постояльцы бара. Теперь в лаборатории определят, не слишком ли громкий этот шум. Если превышает, будем разбираться, от какого объекта конкретно происходит превышение. Выходить на этот объект, устанавливать причину и принимать меры административного воздействия на нарушителей. Меры административного воздействия ждут и от других ведомств. Например, жильцы дома написали письмо главе Ханты-Мансейска. В самые шумные моменты веселья звонили в полицию. Рассказывают, экипажи ДПС дебоширов присмиряли. Потом участковый собирал объяснения. По данному факту участкового полномочия полиции отработали полностью материал проверки. Составили в рамках законноства 2-го окружного ХМАУ административный протокол по статье 10-й части 1 на индивидуального предпринимателя. Данный материал сейчас находится в администрации города Ханты-Мансейска у председателя комиссии для решения вопроса о привлечении к административной ответственности. Отмечу, что каждое ведомство действует строго в рамках полномочий. Решение о закрытии пивнушки может принять только специальная комиссия в администрации города. А там пока от комментариев воздерживаются. Остается только надеяться, что право жителей Югры на покой и тишину будет собледено. Павел Желтов, Дмитрий Макаров, Александр Шулдиков, Юрий Гурьев. Специально для программы «Больше чем новости». Пока мои коллеги готовили сюжет к этому эфиру, график работы шумного заведения уже изменился. Теперь клиентов принимают до 7 часов вечера. Жильцы дома считают, что это уже победа. Детские сады Югры не будут вводить штрафы для прогульщиков. В некоторых регионах с помощью санкций собираются решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях. Если ребенок пропустил занятия, родители заранее не предупредили руководство, здесь предлагают штрафовать. А если место за ребенком числится, а коллектив детсада ни ребенка, ни родительской платы не видит, таких прогульщиков хотят отчислять. Так вот, в Югре такой проблемы нет. Все дети от 3 до 7 лет при желании ходят в сады. В округе работают более 400 дошкольных организаций. Их посещают 116 тысяч детей. 20 тысяч из них – малыши до 3 лет. Почти 700 ясельных групп работают в округе. Есть специальные группы и для малышей от 2 месяцев. У нас родительская оплата включает в себя услугу присмотра ухода. И поэтому родитель должен оплачивать ровно ту услугу, которую он получил. Может быть отложенный спрос. То есть в случае, если ребенок выезжает за пределы города, допустим, по медицинским показаниям на полгода, на год, то есть он может проживать там у дедушек, у бабушек в этот период, то в этом случае родители должны написать заявление о сохранении за ним места на данный период. И, соответственно, в данном случае на период отсутствия основного ребенка может быть зачислен временно, соответственно, другой ребенок, но с указанием определенного периода его пребывания. Мы спросили у югорчан, как они относятся к прогульщикам и считают ли, что родители дошколят, нужно штрафовать. Родители же оплачивают в зависимости от фактических дней, которые ребенок отходил, правильно. Поэтому я считаю, что нет. Как ребенок отходил фактически, так и оплатил родителей. Я считаю, что штраф здесь неуместен. Мы же все люди, правильно? У нас у всех могут быть какие-либо причины. Я, насколько знаю, что сейчас предоставляют справки о том, что о пропусках, почему отсутствует и все такое. Если по нему жить, то, конечно, мы просто занимаем что-то место чужое, а сами не платят по нему жить. Поэтому, знаешь, назад ты нужен как-то доводить до родителей. Мы выросли, меня эта тема не касается, слава богу. Особые условия в Югре создают и для будущих мам. Например, за счет округа женщина в декрете может получить новую профессию. И сегодня все больше югорчанок в этот жизненный период задумываются о саморазвитии и пробуют новые профессии. Такую возможность, например, предоставляет служба занятости населения Югры. В этом году новые специальности уже освоили почти 150 жительниц округа. А до 2024 года в Югре планируют обучить больше 4000 женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Есть и такие мамы, которым курсы не нужны. Они их организуют сами. Милана Поварницына познакомилась с югорчанками, которые считают, что материнство – время открытия и свершений. И в декрете успевают все. Кроме того, что здесь все женщины, их объединяет еще одну – это мамы в декрете. Сургутянкам не надоело сидеть дома. Просто они решили провести свободное время с пользой, освоить новую специальность и научиться шить. Отмечаем вход в карман. В данном случае 12 сантиметров. Одно дело изучать швейное искусство в интернете, совсем другое у профессионала, считает Оксана Мухаметова. Ей всегда нравилось шить для дочки, а вот мастерства не хватало. Я сейчас переделываю дочке на платье, которое я шила вообще ужасно, а здесь я его переделала, и оно прям стало такой красотой. Я очень довольна. Курс всего два с половиной месяца. Потом экзамен, презентация готового изделия и долгожданные корочки на руках. Многие мамы к возможности снова посидеть за партой отнеслись с энтузиазмом. Лекции, тетрадки – все как в студенческие годы. Для Гульнары Посоховой они уже давно позади. Она в декрете 8 лет. Хочу для себя освоить этот замечательный женский навык. Ну а там уже как пойдет, может, меня и занесет, и я там стану швеей, открою ателье, все может быть. Открылись новые возможности в декрете и для Анастасии Котелевской. С рождением детей, говорит Югорченко, все изменилось. Преподаватель по хореографии в прошлом, сегодня за партой в белом халате постигает азы акушерского дела. Это то, что ей близко. Правда, несколько с иной стороны. Роды она не принимает, но уже несколько лет помогает женщинам мягко и естественно войти в материнство. Анастасия – профессиональная доула. У нас замечательные, высокопрофессиональные специалисты работают. Но, тем не менее, мне не хватило вот этой какой-то душевной поддержки человеческой. Потому что мы с мужем все-таки были не настолько подготовлены, как обычно думают, что на авось мы рассчитываем. Все рожают, и я рожу. На самом деле, все-таки нужно готовиться, соответственно, подходить к самому главному событию в нашей жизни. И вот мои переживания, что я пережила в первых родах, они меня натолкнули на то, чем я стала впоследствии заниматься. Девочка, вичё? У нас тебе огромность. Спасибо. Вичё. Да. Поблагодарить тебя. Хотя мы уже все давно выучились. Давно уже. Грамотные. Да. А вот когда малыш уже родился, возникают новые вопросы. Как воспитать? Найти общий язык со своим ребёнком? Об этом и многом другом рассказывает родителям в своём клубе Наталья Биндалёва. Она практикующий психолог. А вот учиться начала, лишь уйдя в декретный отпуск. Поняла, что не хочет возвращаться на прежнее место работы. С психологией, кстати, совсем не связанная. И все темы, которые разбирались, они настолько были жизненно важные, что их в любом случае я бы коснулась. Хотя у меня на тот момент ребёнок ещё был маленький, но я теперь знаю, как нужно делать и как, как сказать, как проще сделать. На самом деле я этим очень счастлива, потому что если бы, наверное, не рождение ребёнка, я бы, наверное, никогда в себе это не открыла. Потому что вот, как много я знаю девчонок, которые в декрете открываются какие-то таланты, я надеюсь, что во мне именно так, похоже, и произошло. Наталья проводит встречи в живом формате, чтобы югорчанки могли избавиться от ощущения дня сурка, внести свежую струю в будни и пообщаться. Ведь женщина в декрете теряет свободу и больше не зависит от себя. Но, как показывает пример нашей героинь, даже с ребёнком на руках можно многое успевать, а материнство, если захотеть, может очень мощно обновить жизнь. И кому-то даже, возможно, поможет вспомнить давнюю мечту. Милана Поварницына, Елена Каткова, Алексей Шахмаев, Леонид Чемляков, Юрий Гурьев. Специально для программы «Больше чем новости». На этой неделе мы узнали новое слово «глэмпинг». Это комфортный туризм в дикой природе. В Ханты-Мансийске открылась выставка-ярмарка «Югра-тур-2019». Десятки туроператоров из России и стран ближнего зарубежья приехали рассказать о новых методиках привлечения людей и обсудить мировые тренды. Для участников и посетителей два дня работали стенды, проводили мастер-классы и дегустации. Подробнее о том, каким образом «Югру» будут привлекать новых туристов, расскажет мой коллега Василий Сысуев. «Глэмпинг» – последний тренд в мировом туризме. Это отдых на дикой природе, но с полным комфортом. Палатки больше не нужны. Им на замену пришли полупрозрачные шатры. Они могут быть любой формы, но чаще в виде сферы или чума. Сейчас такие пузыри уже есть на Кольском полуострове, в Карелии, Алтае и Хабаровском крае. Спрос на подобный отдых высокий, ведь места для глэмпинга выбираются самые живописные. И тут в «Югре» есть что предложить. Поэтому новый вид туризма появится и в нашем регионе. И вот такие вот импровизированные шатры могут появиться в ближайшее время на Приполярном Урале. Пойдем покажу, что в них есть. Тут все очень комфортабельно. Есть кровати, где туристы могут спать. Одна и вторая. И, конечно же, рабочий стол. В этом шатре будет все. И Wi-Fi, и кондиционер. Будет тепло. А также будет рядом полевая кухня и все условия для того, чтобы жить. Это и не экстремальный туризм в прямом смысле этого слова. А скорее для тех, кто не хочет нести рюкзак, не хочет подниматься в гору. Их доставят сюда, и можно будет наблюдать северное сияние. Для расположения глэмпинговых лагерей рассматривают горы Неройка и Народная. В программу отдыха войдет не только проживание, но и экспедиции на квадроциклах, рыбалкам, наблюдения за редкими животными. Единственный вопрос – логистика. Добраться до точки будет не так просто. Но для настоящего туриста нет преград. Ценой тоже пока не определились. Для каждого региона она своя. Для примера я могу назвать, что пятидневное путешествие на Кольский полуостров, где все включено, где туристы живут по два человека в таком вот лагере, где у них включено трехразовое питание, программа из джипов и квадроциклов, стоит 75 тысяч рублей за вот это пятидневное путешествие. Отмечу, что ежегодно в Югру приезжает около полумиллиона туристов. Их привлекают не только красивые места, но и интересные события, гастрономические туры, медицинская инфраструктура. Предложений много. Чтобы туристов стало еще больше, в Югре идет работа по развитию авиасообщения с другими регионами и странами. Отрасль растет. К концу года туристический оборот округа достигнет 5 миллиардов рублей. Сама по себе отрасль у нас на подъеме сейчас. Хотя справедливости ради понятно, что мы учитываем то, что работаем с низкой базой. Но тем не менее, по итогам этого года предполагаем получить оборот по этой отрасли более 5 миллиардов рублей. Это уже движение. Движение также идет в сторону развития отношений с иностранными партнерами. В этом году на выставку приехали представители Болгарии. Округ уже давно сотрудничает с Балканским государством. Например, маленькие югорчане отдыхают в летних лагерях у моря. А студенты проходят стажировку в отелях и гостиницах курортных городов. Югротур стала площадкой для диалога двух стран. В последние несколько лет увеличился поток болгарских туристов вообще в России. Да, они в основном едут в Москву и в Санкт-Петербург. Потому что эти города очень популярны у нас. Но я думаю, что если они увидят, узнают, что интересного есть у вас, они поедут и здесь. Выставка Югротур как раз и нужна для того, чтобы разработать новые способы привлечения туристов в регион. Будь то глэмпинг, гастрономические туры или экстремальная рыбалка. Туризм – индустрия, которую нужно развивать. И в Югре это понимают. Прямо сейчас идет разработка стратегии развития отрасли в долгосрочной перспективе. Задача – создать бренд, который будут узнавать во всем мире. И со временем этот бренд будет работать уже сам на себя. Василий Сысуев, Ильдар Муратов. Специально для программы «Больше чем новости». Такой была еще одна неделя в Югре. А в следующую субботу мы расскажем новые истории из жизни югорчан. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова